Возможно, мы с вами встретимся через год, и я вам скажу, ребята, помните, год назад я тут же стояла, рассказывала вам что-то, полная чушь. Вот я сейчас книгу прочитала, сейчас нормальное что-нибудь расскажу, а то, что было год назад, забудьте. Но мы узнаем об этом, когда я дочитаю эту книгу, а пока мы будем разговаривать о том, что есть сейчас у меня. И то, что у меня есть, это мой личный опыт, опыт моих коллег, опыт людей из интернета, и, в принципе, всех тех, кто когда-то сталкивался с рефакторингом. Эта штучка у меня не работает. Я использую… Я, в принципе, предполагаю, что так и будет. Кто я такая? Меня зовут Ира, я работаю фронтенд-разработчиком уже почти пять лет в компании Merline. Занимаюсь проектами в основном стартаповскими, работаю с заказчиками из Америки и Европы. В принципе, как и многие, наверное, здесь, тут особо ничего интересного. И теперь, как я обещала, будет немножко теории. Итак, когда мы с вами собираемся узнать что-то, мы идем в Google. Чаще всего Google ведет нас в Википедию. В принципе, я не стала каким-то исключением, пошла в Википедию. Но пока я готовила доклад, я нашла вот эту картинку про то, как студент нагло крадет статью в Википедии. Мне стало дико стыдно, и я сказала, окей, вот вам подпись. Это из Википедии. Но, говоря простым языком, рефакторинг – это процесс изменения структуры вашего кода так, чтобы ничего не отвалилось, и для юзера это осталось незаметным. Это важно. Собственно говоря, мы знаем теперь, что такое рефакторинг, для чего же он нужен. А нужен он простыми словами для того, чтобы сделать ваш код понятнее, чище, для того, чтобы он намного легче расширялся. Так, мы знаем, что такое рефакторинг, для чего он нужен, и когда же можно начинать рефакторить, потому что, в принципе, мне все подходит. Конечно, каждый из нас хочет сделать свой код лучше. Когда же стоит или не стоит его делать, а мы все знаем, что каждому дело свое время и место. Поэтому давайте разберемся, когда время и место рефакторингу. Итак, мы сейчас обсудим случаи, когда стоит подождать и подумать, нужен ли он действительно. Когда слишком рано. Представьте ситуацию, вы начинаете работать над какой-то функциональностью. Итак, вот часть функциональности написана, вы начинаете писать следующую часть, и тут такое прозрение. Прошлая часть была не очень, надо переписывать. Так вот это вот слишком рано, потому что, возможно, эта функциональность вообще не будет использоваться. Плюс мы все с вами живем в реальном мире, у нас есть какие-то дедлайны, и, наверное, стоит все-таки сделать хоть что-то рабочее, прежде чем начинать его улучшать. Поэтому, если вы не уверены на 100%, что именно эта кодовая база будет использоваться в дальнейшем, притормозите и продолжите писать код, потом будем улучшать. Если попахивает из соседнего файла. Если вы пишете свой код, но знаете, что где-то там, в третьей папке сверху, есть файл, в котором есть функция, которая очень не дает вам жить, но вы с ней не работаете, дайте ей жить спокойно, пускай она там пока пахнет. Потом, когда вы придете с ней работать, будет время ее менять. Когда рефакторинг происходит чисто ради рефакторинга. Нет предела совершенству. И каждый из нас с вами, наверное, знает, как сделать свой код лучше. И, в принципе, этот процесс может быть просто бесконечным. А мы помним, что у нас с вами есть дедлайны, и они не ждут. Поэтому прежде чем бесконечно улучшать свой код, давайте все-таки приведем что-то к рабочему состоянию. Если вдруг завтра, сегодня, а еще хуже, вчера был релиз, и вы вдруг подумали, боже мой, и этот ужас попадет в релиз, его увидят люди, так вот лучше вот этот вот ужас, который уже успели потестировать, попадет в релиз, чем в релиз попадет идеальный код, но который нифига не работает. Пожилой код. Если вдруг у вас есть код, а на многих проектах, которые длятся больше, чем один год, есть какой-то код, который был написан кем-то когда-то, и не совсем понятно, как он работает, так вот пускай он там себе работает. Если вам не приходится в него постоянно внедрять что-то новое, впиливать костыли, пускай он доживает свой срок. Скорее всего, ему недолго осталось. Ну и вот такой прям взятый из примера. Очень часто в последнее время ко мне на проекты приходят молодые ребята, и я замечаю такой момент, что когда новые люди приходят на проект, неважно, есть у них опыт или нет, чаще всего они очень критичны. Чаще всего из-за того, что они не знают скоупа проекта, они не знают, почему ребята раньше принимали те или иные решения, они относятся ко всему скептично, и весь код для них выглядит не очень. Так вот, если вы вдруг новый человек на проекте, дайте ему шанс, дайте ему время, может быть вам еще что-нибудь. Даже стоит приступать к рефакторингу. Если вам вдруг нечего делать, к сожалению или к счастью, в нашей с вами работе такое редко очень случается, но если вдруг гипотетически у вас появился свободный часик, это самое время потратить его на улучшение кода. В прошлом стадии мы с вами говорили, когда слишком рано, но есть моменты, когда слишком поздно. В каждом проекте есть какое-то кодовое ядро, есть та база, на которой будет строиться весь проект. И вот эта база всегда должна быть написана хорошо. Как только вы понимаете, что какой-то код, какая-то часть вашего приложения станет в дальнейшем базой для чего-то другого, это самое время ее улучшать. Чтобы украдить монстров. Если вдруг вам приходит таска, и вы вздрагиваете, понимая, что с каким-то из старого кода придется работать, потому что этот код просто монструозен, наверное, стоит все-таки остановиться, договориться с менеджерами, договориться с командой и немножко улучшить этот код, чтобы не тратить и не портить свои нервы. Разумный перфекционизм. Если у вас, опять же, остается какое-то время, или вы хитро заложили в эстимацию таски чуть-чуть побольше, и вы знаете, где что улучшить, это ваше время. Ну и совсем такой. Вот помните, пропахнет из соседнего файла. Если вдруг вы случайно или не случайно каждый раз открываете этот файл, грустно вздыхаете, коллеги за соседним столом точно так же грустно вздыхают. Ладно, если очень-очень хочется, можно. Остановитесь и попробуйте изменить то, от чего вам так больно. Ну и в принципе мы знаем, что делать с рефакторингом, когда его делать, но почему нам приходится его делать. Кто же виноват? Мы с вами, как разработчики, знаем о таком понятии, как технический долг. Это очень часто на нас давит. У него есть много причин. Где-то нет тестов, где-то нет документации, где-то, может быть, не хватает навыков, где-то команда не договорилась между собой. И на самом деле на каждом проекте, на котором я работала, было хотя бы три пункта из этого. То есть всегда есть что-то. И казалось бы, что если у меня будет идеальный проект, там не будет никакого технического долга, наверное, у меня все будет идеально. Я вообще никогда не буду рефакторить. Я буду писать идеальный код. Но тут с нами начинает спорить физика. Я сейчас попробую в гоблинском переводе пересказать вам второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия, то есть потеря энергии в нормальных системах, которые далеки от идеала, всегда будет расти. Говоря простым языком, на нашем языке потеря качества кода всегда в нормальных проектах будет расти. Мы всегда будем терять в качестве. Это нормально. Потому что вы растете как разработчики. Ваше понятие о хорошем коде меняется. Ваш проект растет. И это естественно и нормально, что вы хотите делать его лучше, и что вам нужно будет делать его лучше, чтобы проект мог развиваться. Короче, если вдруг вы делаете рефакторинг, ваш проект растет, это значит, что вы живы, и ваш проект жив. Все хорошо. Поэтому в любом случае вы всегда будете получать примерно такую картину, каким бы идеальным ни был ваш проект. И важный момент, который я хотела бы сказать. В теории рефакторинг – это цепочки именно маленьких изменений. И в этом моменте, когда я это читала, у меня было небольшое противоречие, потому что обычно я приступаю к рефакторингу, когда уже все. Все, пол проекта нужно перепилить минимум. Но на самом деле, если включить логику, подумать, что в принципе любую большую задачу можно разбить на маленькие, окей, эта теория имеет место, и рефакторинг – это все-таки цепочки маленьких изменений. И делать его лучше именно так, продумывая какие-то маленькие изменения. Мы с вами отрефакторили, гипотетически. Как проверить, что все хорошо? Если ваш код стал чище, если вдруг вы после рефакторинга открываете свой код, и он все так же непонятен, скорее всего, вы только что потратили зря время из своей жизни. Если у вас вдруг появилась новая функциональность, рефакторинг работает по схеме. Вы либо сперва рефакторите, потом делаете новую функциональность, либо вы делаете новую функциональность, а потом рефакторите все вместе. Потому что если вы вдруг просто рефакторили, а на выходе у вас появилось что-то новое, скорее всего, что это пошло не так. Потому что если вы помните, по определению, в победении приложения для вас и для юзера ничего не должно поменяться. Ну и последнее, очень важный момент. Все тесты должны проходить успешно. И тут хочется спросить, а если у меня на проекте нет тестов, так вот рефакторить что-то, если у вас нет тестов, вы можете на функции в 10 строчек. Если вдруг у вас возникают большие изменения, делать это без хотя бы минимального набора автотестов, это отвага и слабоумие. Потому что у вас 146%, что что-то отвалится. Ну и в принципе я обещала вам примеры, и теперь я буду жаловаться на жизнь. Весь этот доклад был ради этого. Я расскажу вам про свой первый опыт. Когда я только пришла в компанию, первое задание, которое мне дали, вставить бусттраповскую кнопку и попап из бусттрапа, который открывался бы этой кнопкой. С заданием я справилась примерно за 20 минут и очень расстроилась, потому что как же я буду раскрывать свой потенциал на таких задачах. И следующее, что мне дали, огромную пачку рефакторинга. Мне дали проект. И выглядел он примерно так. Там был огромный набор JavaScript файлов, в которых было от 3 до 13 тысяч строк. На весь проект один большой CSS файл на 22 тысячи строк. А в нем было ровно 22,137 строк. Ну и документации там было ноль. Когда мне нужно было узнать, как что-то работает, я к кому-то подходила. Эти люди отвечали мне, что примерно 3 года назад мы разрабатывали что-то такое, но скорее всего что-то изменилось, поэтому открой прот, посмотри, там скорее всего работает как надо. Я была полна энтузиазма. И мы составили лист того, что нам нужно сделать. Мы решили, что прогрессивный мир, 2013 год, пора переходить на лес. Все. Нужно убрать повторяющиеся стили, но потом мы проанализировали, а точнее увидели цифру 22,137 и были объективны. Нужно постараться убрать повторяющиеся стили. Разнести, естественно, по файлам, разбить большие методы на мелкие, потому что в файлах по 13 тысяч строк и методы были как бы не на 10. И вынести общие методы, файлы помощники, как мы чаще всего называем их в проектах, это какие-то хелперы. Я открыла CSS. Это не шутка, он выглядел реально так. Я не знала, как начинать с этим работать, но вы помните, я была полна энтузиазма. Я, господи, вторая неделя моей работы. Конечно, я была полна энтузиазма. И я решила делать все это руками. Что там сделать, да, как бы дом построить. Поэтому я села за этот файл, отрефакторила 100 первых строк и думаю, все, это время запускать, сейчас точно что-то изменится. Вот так проект выглядел до того, как я взялась за первые 100 строк CSS, а вот так он выглядел после. Явно что-то пошло не так. И это не самая худшая ситуация, потому что в этой ситуации хотя бы точно понятно, что-то пошло не так. И, скорее всего, вы знаете, где искать. После того, как я закончила рефакторинг CSS, ситуация была немножко хуже, потому что менялось что-то неглобальное. Если вы сейчас присмотритесь, то тут немножко меняется отступ и совсем чуть-чуть меняются цвета чего-то. И хорошо, что это видно глазу, но хотя мне, как человеку, работавшему на проекте недели три, это было незаметно. И даже людям, которые работали там года четыре, они пропускали такие мелочи, потому что на них никто не обращает внимания. Но вместе с такими мелкими стилями отваливались еще и стилизованные какие-то попапы, еще что-то. И без тестов это было очень сложно проверить. И ладно, когда у вас отваливаются стили, но там точно так же отваливался и JavaScript код, потому что где-то не заметили какую-то мелкую веточку или что-то такое. Поэтому я еще раз повторю, без тестов это было суперсложно. И я решила, что нужно как-то автоматизировать процесс, потому что это все было очень долго. И первое, что я добавила для того, чтобы мы не пропускали вот такие мелкие фиксы, это UI-автотесты. Они тогда были написаны очень криво мной, но это был PhantomJS, который делал скриншот странички, после рефакторинга делал еще один и мерзким розовым цветом подсвечивал то, что не совпадало. Но это нам помогало. Я нашла какой-то браузерный плагин, который со страницы собирал только те стили, которые на ней используются. Я даже не нашла его сейчас. Его, наверное, не существует больше. Но он не умел автоматом делать ничего. И то, что я делала целый день, я ходила по всем страницам приложения и кликала на все, наводила на все для того, чтобы собрать все стили, которые 100% используются на каждой страничке. Я включила линтеры для CSS и JS, но я тогда не совсем понимала, как они работают, поэтому они работали в дефолтных состояниях, но это хотя бы хоть как-то привело разработчиков проекта к более или менее общему стилю написания. Ну и мне очень помогала IDE, так как файлов было много, меняла я везде, я всунула свой нос в каждый файл, я пыталась как-то там что-то изменить. И так как мне нужно было проверять, что в другом месте нигде ничего не отвалится, я запускала поиск по всему проекту, и это работало супер медленно. Оно очень помогало, но чаще всего я запускала поиск по проекту и на 10 минут уходила пить кофе, возвращалась, и он все еще не все нашел. Собственно говоря, после того, как прошло 4 недели рефакторинга, размер проекта уменьшился на 53%, скорость загрузки страниц увеличилась в среднем на 37%. Все хорошо, но пришло время мержить. А те, как вы помните, я влезла в каждый файл, я изменила там все, что я могла изменить. Все эти 4 недели другие ребята на проекте коммитили в проект. Поэтому, когда мы попытались мержить, начался реальный ад. Еще неделю я потратила тупо на мержинг. Происходило это все примерно как-то так. Очень плохо. И знаете, в чем самый ужас? Я обещала пожаловаться. Эти изменения не приняли. Заказчик сказал, что 37% увеличения скорости, 53% размера, это не так много. Поэтому риск ошибок слишком большой. А у меня на тот момент не было такого веса в команде, чтобы сказать, ребята, вы что, долбанулись? 53% – это очень много. Но, в общем, мои изменения не приняли. 5 недель моей работы ушли в никуда. И хотелось бы обсудить, что же было не так. Изначально это был рефакторинг ради рефакторинга. Я даже подозреваю, что ребята просто хотели меня отвлечь, чтобы я не мешалась под ногами в первой неделе своей работы и дали мне чем-нибудь заняться. Потому что, если бы я не пришла на этот проект, вряд ли бы кто-то начал заниматься рефакторингом. Это был очень старый код. И все изменения, которые выносились с него, это были чисто фиксы, потому что мы планировали начать новую ветку в этом проекте. И старый код просто бы поддерживался и вскоре бы отмер. Поэтому рефакторить его, наверное, не было бы смысла. Я пришла, вы помните, это была моя первая неделя. Естественно, я пришла на проект и сказала CSS в 2013 году и всякое такое. В общем, я делала много лишней работы, которая не нужна была, просто потому, что я не понимала, как нормально работает проект. Ну и самый важный вопрос того, что мы изначально не обсудили это с заказчиком. Он понятия не имел, что мы делаем рефакторинг. Он не знал, зачем это надо, для чего это надо. И о том, как поговорить с заказчиком, мы поговорим еще чуть позже. Если бы я делала это сейчас, я бы, наверное, сильно изменила процесс для того, чтобы его автоматизировать. Я бы использовала Phantom.js теперь не только для скринов, но он вместо этого странного браузерного плагина может пройтись по всем страничкам, сам все прокликать и вернуть те стили, которые там используются. А дальше современные технологии нам помогают. Мы можем взять CSS, который был, взять пост-CSS, который поможет нам убрать дублирование стилей, сам, там уже есть плагины, даже не пришлось бы ничего делать. Уменьшить разброс цветов. На этом проекте было, у нас главные цвета проекта красный и серый. Так вот, красных цветов там было 37, а серых 63. И это при том, что дизайнер у нас был один. Наверное, за 4 года она каждый раз находила наиболее красивый серый цвет и наиболее красный-красный. Ну, в общем, их там было очень много. Поэтому мы попытались их убрать. Убрали префиксы старые, которые не нужны, но и выделили новые переменные, так как проект большой, там были разные цвета, и чтобы у нас их снова не стало 63 и 37, мы вынесли все это в переменные. Ну, а потом, собственно говоря, пост-CSS отдал нам шикарный CSS, который уже является лесом, так как изначальная задача была получить лес-файлы. Дальше я все-таки бы настроила нормально CSS и JS-линтеры для того, чтобы они не просто говорили, что все плохо, а для того, чтобы они делали это в нормальном стиле. И автотесты. Я еще раз повторюсь, для рефакторинга такого размера не делать автотесты это слабоумие и отвага, потому что сломается все, как в принципе это произошло в нашем случае. И теперь интересная туза. Я ей пользуюсь до сих пор, она очень мне нравится. Кто-то слышал о вас, из вас, а JS-код-шифт? Отлично. Классно. У Фейсбука есть инструмент, который называется код-мод. Он специально разработан для рефакторинга, и он позволяет с помощью регулярных выражений, которые выглядят примерно как CSS-селекторы, находить какие-то места в файлах, например, находить переменные или находить все эти if, в которых определенные условия, находить какие-то блоки кода, но лень двигатель прогресса, код-мод нам не нужен. Написан JS-код-шифт, это обертка для код-мод, которая позволяет делать это все намного проще. Можно запустить простейший скриптик, как он выглядит, я покажу позже. Простой командой из консоли JS-код-шифт, название файлика со скриптом, файлы, которые вы хотите изменить, и можно еще передать разные конфигурации, но мне, например, нравится функция того, что вы можете передать объекты конфигураций, туда, например, в зависимости от проекта или в зависимости от файлов передать определенные наборы конфигураций. Он вам покажет, сколько отработало ваших функций, сколько было обработано файлов, где есть ошибки, где что-то пропущено и так далее. Простейший скриптик выглядит примерно вот так вот. Первые две строчки, это стандартное написание, туда передается один из файлов, которые вы передали в консоли, потом подхватывается именно содержимое этого файла, чтобы вы работали с кодом, и дальше мы, например, можем найти все переменные, которые называются фу, переименовать их в бар и вернуть в source файла. Но есть уже готовые рецепты. Вместо того, чтобы писать какие-то примитивные штуки, примитивные штуки написаны за нас. Библиотека называется JS-код-мод. Она написана для JS-код-шифта, и там есть какие-то готовые наборы того, что можно делать. Например, если вы вдруг переезжаете на ES6, можно заменить все вары на const.let, и он сам найдет из контекста, что нужно подставить, и изменит это. Или, например, если в конфигурации вашего проекта в лентах сказано, что если свойства объекта может быть написано без кавычек, и это будет валидно, значит, нужно убрать кавычки, он тоже может сделать это сам. В общем, очень удобная штука. Ссылки на нее тоже будут в конце, можете посмотреть. Также есть примерно такое же для React. Например, мы переезжали на React на какие-то новые линтеры, и было очень полезно использовать именно эту штуку, потому что практически все прошло автоматически, и оно не тупит, как и дое 10 минут. Чем я занимаюсь сейчас? Сейчас у меня достаточно неплохой проект, он написан на React Redux, там примерно 70 файлов, лес под капотом, и самое важное, это была логика для MVP. Ко мне пришли заказчики, с которыми я уже работала, и попросили им сделать библиотеку, просто показать для демо. Но, в принципе, вопрос, не вопрос, сделали им библиотеку, через неделю с этой библиотекой они вернулись, и говорят, нужно еще демостраничку, тоже, в принципе, не вопрос. И как-то все пошло по накатанной, это выросло в большую платформу, и в какой-то момент стал вопрос о рефакторинге для того, чтобы заложить нормальную архитектуру на будущее. И сейчас на этом проекте чаще всего рефакторинг проходит прямо по теории. Это какие-то маленькие функции, которые я задеваю, пока работаю со всем остальным, просто чтобы сделать код лучше. Но когда мы делали большой рефакторинг, это прошло очень просто. Мы составили четкий план, написали автотесты, и, в принципе, все. В чем же подвох? Помните, я вам говорила про менеджеров, про заказчиков, с которыми нужно договориться, и, например, мои бизнес-аналитики и менеджеры на слово рефакторинг реагируют как-то так. Это каждый раз боль объяснить им, что это нормально. И теперь то, что я пыталась провести через весь доклад, и хочу еще раз повторить, рефакторинг – это нормальный процесс разработки кода. Это нормальный его этап. Если вы рефакторите, значит, все идет хорошо. И попытайтесь донести это до своих менеджеров и бизнес-аналитиков, чтобы они не реагировали примерно так. Потому что это самый простой этап. Потом нам придется разговаривать с заказчиками. А с заказчиками разговаривать сложно. У них есть свой язык. Я дам вам время это прочитать. А пока на фоне буду говорить какую-нибудь чушь. Собственно говоря, у каждого заказчика есть свой язык. Я чаще всего сталкиваюсь с двумя типами заказчиков. Это либо технические ребята, которые разговаривают в принципе на языке близком к нам, либо ребята, которые разговаривают на языке денег. чаще всего мы называем их капиталисты. И с техническими ребятами нужно говорить на их языке и очень четко объяснять им, почему вы ранее приняли такие решения, что вам нужно сделать дальше, как это вам поможет. И самое главное, не мямлите, не оправдывайтесь. Вы ничего не сделали плохо. То, что вы рефакторите, значит, что проект развивается. И именно так же уверенно вы должны донести это до заказчика. И то же самое с капиталистами, только с ними нужно разговаривать на языке денег. Им вы говорите, если я сейчас не буду рефакторить, эта задача займет 40 часов, и следующая займет 40 часов. Если мы сейчас потратим время на рефакторинг, этот рефакторинг займет 30, задачи 10, но все следующие задачи займут 10 часов. Эти ребята очень хорошо понимают язык денег. Если у вас вдруг не хватает аргументов, или вы не знаете, как доказать, обратитесь к своим более опытным коллегам или обратитесь к менеджерам. Их уговорить намного проще, а уж они хорошо знают, как общаться с заказчиком. Никогда не начинайте большой рефакторинг, не согласовав это с командой или с заказчиками. Ну и, собственно говоря, уже как подвод каких-то, результатов, чему мы научили своей команде. Мы теперь всегда проводим ревью, и оно достаточно строгое, все обижаются друг на друга, но такого жизнь. Мы включили линтеры на всех проектах, настроили их примерно одинаково, чтобы вся команда писала в одинаковом стиле. У нас есть такая тема, как добровольно-принудительные уборки. Если я вдруг провожу ревью, и я вижу, что ты трогал код, который не очень хорош, мы действуем по принципу, мы в ответе за тех, кого приручили. Если ты видел этот код, ты знал, что он плох, измени его, будь готов к тому, что я верну тебе твой коммит, и тебе придется менять тот самый плохой код. Мы стараемся по возможности закладывать 5 или 10 процентов в больших проектах на какой-то рефакторинг, потому что, опять же, я донесла это до своих менеджеров, и нам вместе удалось это донести до заказчиков, что это нормальный процесс для того, чтобы проект хорошо развивался. Но еще у нас была такая тема, мы пытались ввести правило, что ошибки фиксят кто-то один. Каждую неделю у нас был дежурный, который фиксил ошибки за всеми, и код действительно стал лучше, потому что ты понимал, что через неделю тебе отомстят. Но цена такой фичи была слишком велика, потому что проект был большой, и вникнуть в скоуп задач других людей было намного проще, поэтому мы все-таки сложнее, поэтому мы все-таки от этого отказались. Чему я научилась сама? Я не очень дисциплинированный человек, поэтому раньше, когда мне мешали правила линтера, я их безбожно отключала. Мне обычно делали ата-та, а на проекте говорили, Ира, ай-яй-яй, верни, пожалуйста, правила. Но я этого не делала, и сейчас у меня забрали права на редактирование этого файла, и поэтому правила линтера я теперь отключать не могу. Ну и, собственно говоря, я себя немножко дисциплинировала, и я их теперь не отключаю. Помните вот тот проект на 22 тысячи строк? Именно на его примере я научилась в том, что все, что в рефакторинге можно автоматизировать, нужно автоматизировать. Я пишу небольшие вебпак-плагины, которые можно запускать и как-то улучшать ваш код автоматически. Шарю их между командой. В конце будут в полезных ссылках. Ссылка на мой GitHub-репозиторий, может быть, вам что-то тоже покажется полезным. Опять же, я человек недисциплинированный, поэтому для меня потом никогда не наступает. Знаете, вот когда вы пишете код, назвали переменную А, и такие, потом поправлю. Вот этого потом никогда не будет у меня так точно. Поэтому я останавливаюсь и стараюсь сделать лучшее прямо сейчас, иначе оно навсегда останется таким. Ну и если вдруг это был какой-то hotfix, и все-таки мне пришлось оставить что-то на потом, я стараюсь оставить какие-то to-do со скулпом, но мой совет – не делать это в потоке. Вот это вот первое to-do я писала прямо во время задачи, и если честно, я даже не понимаю по-русски, что там написано. Это какая-то дичь. Поэтому постарайтесь все-таки остановиться, хорошо сформулировать задачу и сделать эту to-душку себе, как на втором примере, для того, чтобы вы, открыв потом код, сразу поняли, что и как вам нужно сделать. Как я и обещала, полезные ссылки. Ну и теперь совсем вывод. Все-таки я надеюсь, что мне удалось до вас донести, что рефакторинг – это нормально, это хорошо, его не нужно бояться. Если вы будете делать его своевременно, то, скорее всего, это будет вообще не больно. Я надеюсь, что ваше отношение к этой теме немножко изменилось. Если нет, подходите ко мне. После я попытаюсь вас все-таки переубедить. Буду рада услышать какие-нибудь ваши веселые истории. Ну, узнать, что не только я страдала. Не стесняйтесь подходить, не стесняйтесь писать мне в соцсетях. Они тут есть. Я очень активно там отвечаю, если что. И спасибо вам всем, что вы пришли. Теперь, может быть, у вас есть вопросы. Ирина, привет. Спасибо за доклад. Интересно, весело, бодро. Я хочу поправить тебя немножко. Ты когда про код мод рассказывала, ты упомянула регекс. На самом деле нет. Там чуть сложнее. Там абстракт синтакс 3 используется. Я не сильно в этом разбиралась, потому что я такая, ой, есть что-то проще. Нет, там механика все та же самая. То есть парсер разбирает текстовый файл, дживоскриптовый, преобразует в дерево, там применяется трансформация нужная и потом собирается обратно. У меня первый вопрос в связи с этим. Ты сама что-нибудь писала или вот ты пользовалась готовыми? Я в основном пользовалась JS Code Shift. Ну, готовыми рецептами, да. Не совсем готовыми. На JS Code Shift я писала вот не JS Code Mode, которые уже совсем готовые. На JS Code Shift это как эта обертка для Code Mode и там не нужно вспоминать и учить все эти регулярные выражения. Там чуть-чуть проще. Это все уже сделано в обернутых функциях. Вот я использую его чаще всего. Просто мой опыт показывает, что ты тратишь очень много времени на написание. Ну, то есть сначала нужно понять, как нужно затрансформировать твой файл. И ты пишешь, ты тестишь, там что-то фиксится, не фиксится. И потом уже плюешь, я лучше бы за 15 минут это все действительно find and replace в редакторе поправил и все. Ну, то есть это вот нужно сдать задачу. То есть если задача очень сложная или очень много файлов и так далее, то, ну вот не знаю, просто... Да, но это у меня возникал вопрос того, что когда я пыталась сделать что-то с IDE, у меня не очень мощный компьютер. Там компьютер выдавался мне по требованию заказчиков, поэтому я не могу его конфигурировать никак. И у меня все виснет просто невозможно. Ну, понятно. А вопрос по поводу дежурного, который фиксит баги. Я не знаю, у нас в командах никогда такого не было. То есть мы обычно приходим и говорим, ну, чувак, мы нашли, вот дефект, это дефект твой, пожалуйста, поправь его. Ну, как-то в таком ключе все происходит. Но я сам лично понимал, когда в команде, например, какой-то оврал или этот человек конкретно занят, и я знаю, что этот дефект не пофиксится, например, несколько дней, а он важен для меня или вообще просто это баг. Вот, то, скорее всего, я возьму на себя ответственность пофиксить. Но когда такое происходит, коллеги не учатся, да. И вы, видимо, вернулись опять к тому же самому процессу, что… Ну, в принципе, у нас обучение проходило, потому что следующая неделя была твоя, и ты об этом знал. И, в принципе, все старались, чтобы потом там на тебя косо не смотрели, прямо из-за соседнего стола грустно не вздыхали и матом не ругались, писать код чуть-чуть лучше. Но это действительно плохо работало, потому что, ну, как сказать, вот такие, да, действительно какой-то процесс такого, что мог быть баг, который ты пропустил как-то даже не по внимательности, а просто из-за безалаберности. Но из-за тебя его поправили, и да, ты действительно ничему не научишься. Ну, а как вот атмосфера в коллективе, в принципе, вообще она накалялась или наоборот расслаблялась? О, да, очень сильно накалялась, потому что ты открывал чужой код, ты тратил время на то, чтобы у него читаться, ты находил ошибку, она была абсолютно тупая, и ты такой… Мы поговорим с тобой завтра. Ну, это твои впечатления. В принципе, это у всех было так. То есть как-то ты слышал, как вздыхают из-за соседнего стола, чувствовал себя очень неловко, потому что такой… Я знаю, что там было не так. Окей, окей, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Прям вот то, что ты рассказала для меня жизненно, я прям прочувствовал то, что у меня было. Такой вопрос. Ты сказала методы, которые тебе не надо, ты не трогаешь. А в реальной кейсе жизни, то есть открываешь класс, там три метода ужасные, два, которые ты используешь, ты их рефатишь, а третий ты оставляешь и потом с этим спокойно спешишь. Нет, вот я скорее действую по принципу, когда очень болит, я начинаю что-то там менять. Но опять же, к этому нужно относиться очень осторожно, потому что для первых двух методов я точно знаю, что там происходит, потому что я вникаю для них в скоп. Третий метод, если он небольшой, мне достаточно легко вникнуть в скоп, да, я начинаю его ковырять тоже, но если вдруг я не знаю, что он там делает, это, например, был не мой код или старый код, или просто по задаче он там отличается, и мне нужно отдельно вникать в скоп, если у меня нет на это времени, да, я его не трогаю. Я не сплю спокойно, он мне там пахнет из соседнего файла и не дает жить, но как бы я стараюсь его не трогать, потому что цена ошибки слишком велика. Отпускайте всех пить кофе. Ну что, скажем спасибо Ирине за ее прекрасный доклад. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!